Как дела, мои ненаглядные мамкины ютуберы? Сегодняшнее видео выглядит немного необычно, потому что его снимают со штатива. Делэнс не приехал, потому что, согласно недавним новостям, съемки вот с таким револьвером заканчиваются для операторов очень печально. Ладно, я шучу. Пришлось ему немного переплатить. Но сегодня мы действительно снимаем армейский револьвер одинарного действия 1873 года под патрон Кольт-45 Лонг Кольт. Предположительно, этот револьвер был замешан в печально известном инциденте с участием Алика Болдуина на съемках фильма «Ржавчина». Ну, там был не конкретно этот. Тот револьвер, наверное, лежит в ящике для улик. Сегодня мы проверим пару мифов касательно этого револьвера. Например, может ли он выстрелить без нажатия спускового крючка, как заявляет Болдуин. Но помимо этого, данный револьвер является важной частью истории, и мы отдадим ему должное, так как это превосходное оружие. Было, пока говнюки из Голливуда не начали убивать им людей. Так что даем волю своему внутреннему Клинту Иствуду и идем проверять пушку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В городе новый шериф, и ему предстоит расследовать убийство по неосторожности. Если вы узнали или вам понравилась песня, которую мы поставили, подписывайтесь на канал, вам тут понравится. Револьвер одинарного действия 1873 года под патрон Кольт-45 является одним из символов Дикого Запада. Его постоянно используют в фильмах жанра вестерн, и фильм Ржавчина, который, вероятно, когда-нибудь доберется до кинотеатров с участием Алика Болдуина, не был исключением. 21 октября 2021 года Алик Болдуин в результате несчастного случая, либо преступной халатности, насмерть застрелил из него оператора и ранил режиссера. В дальнейших интервью он заявлял, что не нажимал на спусковой крючок и что револьвер выстрелил сам. Сейчас мы с вами это проверим. Но вначале быстренько поблагодарим людей, благодаря которым у нас есть деньги на этот револьвер. Ну вот и наступила предновогодняя пора. Ёлку нарядили, гирлянду повесили, провели генеральную уборку, съездили в магазин, купили продукты для салатов. Но у большинства мужчин, даже несмотря на праздники, есть хлопоты поважнее. War Thunder. Ведь в этом масштабном военном онлайн-экшене боевые действия во время новогодних праздников только нарастают. Холод даже чем-то помогает в захватывающих воздушных сражениях. Двигатели самолетов не перегреваются на морозе. Разные типы боевых кораблей имеют свои преимущества. К примеру, судно на подводных крыльях практически недосягаемое для вражеских торпед. Каждый корабль вооружен до предела и выпускает целый шквал огня в сторону противника. В небе настоящие асы своим мастерством просто угнетают авиацию противника, делая его армию практически безоружной с воздуха. В наземных сражениях в полной мере раскрывается отличный уровень выучки танковых экипажей. Благодаря отличной графике и физике War Thunder выглядит атмосферно и по-зимнему. Снег налипает на танки, гусеницы оставляют борозды, а небо скрывают реалистичные облака. Сделай боевую машину новогодней, используй практичные камуфляжи, декор и наклейки. Кстати, ее можно не только украшать, но и прокачивать. Открывать новые типы снарядов, дымовые шашки, защиту и многое другое. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получай новогодние подарки. Как и с любым другим оружием, которое мы тестируем на полигоне, мы начнем с проверки мощности нашего револьвера одинарного действия. Но вместо нашего обычного теста пробития, именно для этого видео сегодня мы поставили две банки White Claw, расположенные на некотором отдалении друг от друга, что никак не связано с темой нашего... Мда. Погнали, замораживаем съемки через три, два, один. Странно. И как он вообще попал на съемки? Странно, надо будет обсудить это с продюсером. Ладно, проверяем пистолет по-настоящему через три, два, один. Черт, люблю я старинные револьверы. С дорогущими латунными патронами. Вот она, наша первая банка. Тут у нас входное отверстие, а вот здесь выходное. Обратите внимание, как банку разорвало с передней стороны. А вот она, наша вторая банка. Входное отверстие вот здесь, выходное вот здесь. Естественно, у пули еще осталось полно энергии. Патроны, которые мы сегодня используем, принято называть ковбойскими. Пуля в них полностью состоит из свинца, в то время как стандартные пистолетные патроны содержат пулю с металлической оболочкой и мягким сердечником. Так вот, эти свинцовые патроны принято называть ковбойскими, и они лучше подходят пистолетам той эпохи. Старинные револьверы не способны выдерживать давление, создаваемое современными патронами. Так что для стрельбы из них используются менее мощные боеприпасы, которые, тем не менее, наносят достаточно сильный удар весьма увесистой пулей. Уж точно более сильный, чем холостые патроны, которые должны использоваться на съемочной площадке. Погнали дальше. На вопросы по поводу внезапного выстрела из подобного револьвера, в недавних интервью, посвященных этому несчастному случаю, Алик Болдин заявлял, что он не нажимал на спусковой крючок, так как он ни за что в жизни бы не стал направлять оружие на человека и нажимать на спуск. Если вы хотя бы примерно представляете, представляете, что такое огнестрельное оружие или физика, то вам должно быть ясно, что, по крайней мере, одно из этих утверждений неверно. Учитывая, что там был боевой патрон, который выстрелил и попал в человека. В двух, если быть точным. Так давайте же испытаем, может ли этот револьвер выстрелить без нажатия на спусковой крючок. Одна из особенностей данного револьвера одинарного действия 45-го калибра, особенно 1873-го модельного года, это выступающий ударник, который касается патрона, находящегося в барабане. Вот эта точка, находящаяся в центре задней части патрона центрального воспламенения, это капсуль-воспламенитель. Именно он поджигает порох и приводит к выстрелу. Это происходит под воздействием ударника. Если оттянуть курок, этот самый ударник можно увидеть. Именно эта часть ударяет капсуль, и из-за этого револьвер стреляет. В этом револьвере, когда курок не взведен, ударник можно увидеть, если посмотреть на оружие со стороны. Он выступает в области, где находятся патроны, в месте, где он ударяет по капсулю. Давайте теперь зарядим боевой патрон. Смотрите, до этого револьвер был пуст. Я вам сейчас демонстрирую простейшую технику безопасности, так как я отвечаю за то, что происходит на съемках моих видео. Вставляем один боевой патрон, и переводим его в позицию, в которой он будет следующим. Плавно спускаем курок, и вот у нас заряженный револьвер. Давайте теперь попробуем выстрелить. Как видите, мой палец далеко от курка. В верхней секции барабана, примыкающей к стволу и ударнику, у нас боевой патрон. У меня нет с собой молотка, но я собирался его взять. Чтобы попробовать произвести выстрел, не поранив себе руку об острый курок, нам надо проверить, может ли он выстрелить от сильного удара по спущенному курку. Я не взял с собой молоток, и самой похожей на него вещью в моей машине оказался магазин АТАКА. В целом, по своему назначению, это идеальный инструмент для нашей задачи. Все, что у меня пока получилось, это помять курок на абсолютно новом, нестрелянном до этого револьвере. Продолжаем лупить курок, теперь под другим углом, немного снизу, чтобы сильнее воздействовать на ударник. Ничего. Давайте теперь посмотрим на патрон. Если присмотреться, то на капсуле можно заметить вмятину от ударника. Думаю, вы согласитесь, что это было преувеличение. Не думаю, что у актера был магазин от АК, которым он лупил по курку заряженного револьвера, который вообще-то не должен был быть заряжен. В общем, чтобы хотя бы немного воздействовать на капсюль таким образом, нужно очень-очень постараться. Так в чем же причина? Насчет других моделей данного револьвера, как и насчет оригинальных образцов, я не в курсе. Но репродукция марки Пиета, которой и пользовался Алик Болдуин, оснащена незафиксированным ударником. Если приглядеться, можно увидеть, что он двигается. Может он на пружине, я не знаю, но он не закреплен намертво. У него есть свободный ход. И когда курок спущен, ударник сдвигается и не оказывает значительного давления на капсюль, достаточного для того, чтобы произошел выстрел. И для чистоты эксперимента, вот он, наш патрон, которым мы пытались выстрелить ударами по курку. Я заряжу его, чтобы показать, что это настоящий боевой патрон, который может выстрелить при правильном использовании. Ну вот. Попробуем по-другому. Заряжаем в барабан еще один боевой патрон. Подводим его к стволу. Поворачиваем барабан. И теперь боевой патрон располагается прямо перед курком. Второй вариант, я думаю, что именно его, Олег Болдин, продвигает как свою основную версию событий. Актер отрабатывал выхватывание пистолета из кобуры и взводил курок наполовину. Затем он впустил курок с полувзвода, и именно это привело к выстрелу. Что, впрочем, не объясняет того, зачем он направил заряженное оружие на других людей, но давайте оставим это его адвокатам. Мы же с вами просто определим, является ли такая версия событий вероятной. Ну давайте проверять. Проверять, находясь в безопасном и предназначенном для этого месте. Ютуб, мы находимся в безопасном месте, предназначенном для стрельбы. Давайте стрелять. Фишка в том, чтобы оттягивать курок, пока он не начнет вращать барабан. Это будет как-то так. Попробуем. Не думаю, что мы так чего-то добьемся. Для тех, кому интересно, почему мы не отводим курок дальше, этот револьвер оборудован так называемым полувзводом. Вначале давайте достанем боевой патрон, чтобы я мог показать. И снова на капсуле есть следы воздействия. Можно заметить несколько вмятин, которые оставил свободный ударник. Но ни один спуск не был достаточно мощным, чтобы патрон выстрелил. После следующего выстрела я вам покажу, как выглядит сработавший патрон. В целом видно, что ударник воздействует на капсуль, но этой силы совсем недостаточно для выстрела. Курок спущен, теперь смотрите. Мы отводим его назад, и он стоит. Да, очень смешно. Так вот, полувзвод — это когда вы немного отводите курок, и он останавливается в таком положении. Можно свободно вращать барабан. Если вы обратили внимание, когда я вытаскиваю отработанные гильзы, револьвер у меня стоит на полувзводе. Эта деталь нужна для безопасности, чтобы можно было свободно вращать цилиндр, не опасая случайного выстрела. Другая важная деталь заключается в том, что спусковой крючок не срабатывает, когда револьвер на полувзводе. Это сделано потому, что цилиндр в этом положении и вращается свободно. А выстрел патрона, находящегося не на одной траектории со стволом, может привести к взрыву пистолета. Поэтому при полувзводе спуск просто блокируется. А если отводить курок дальше из положения полувзвода, но не взводить его полностью, то при спуске он будет возвращаться на полувзвод. Это значит, что выстрел должен был произойти с положения, не доходящего до полувзвода. Более того, он должен был произойти до начала вращения барабана, иначе ударник просто не попадет по капсулю, так как они будут на разных траекториях. Вот, показываю, это тот самый патрон, которым мы пытались выстрелить. Это боевой патрон, я ничего не подменил. Заряжаем его обратно, и он вполне рабочий. Вот так выглядит патрон после воздействия ударника. Как видите, след на капсуле значительно глубже. Видимо, пушки любят, когда поглубже. А сейчас я заряжу еще три патрона и покажу, что на самом деле могло произойти. Эта версия кажется мне самой правдоподобной, если, конечно, не брать в расчет умышленное убийство, о чем я предпочитаю не думать. Нужно упомянуть Тима с канала Military Arms Channel. Он выпустил видео буквально вчера, и выдвинул в целом ту же самую теорию, что и я. Патроны внизу барабана сейчас буду показывать. В старинных револьверах можно было немного нажимать на спуск, не полностью, а лишь оказывая небольшое давление. И зажимая спуск в таком положении, отводить курок назад. Причем, если его отпустить, то он сразу вернется в исходное положение, и блокировка спуска в этом случае не активна. И вполне возможно, что господин Болден не нажимал на спуск сильно, а просто держал на нем палец. Когда достал револьвер, который выстрелил, я не буду делать это из кобуры, так как придется размахивать оружием с пальцем на спуске и боевым патроном в барабане. Это небезопасно, и как оказалось, вредит съемочной группе. Но именно из-за этой особенности в вестернах часто мы можем увидеть быструю кобойскую стрельбу от бедра. По этой причине это возможно. Но это всего лишь моя теория. Если я не прав, или если я показал все неправильно, то я буду вынужден извиниться перед Аликом Болдуином, и я это переживу, но пока что мне это кажется самой вероятной гипотезой. Это по-прежнему не объясняет, откуда на съемочной площадке взялись боевые патроны. Особенно, если принять во внимание, что Болдуин выступал еще и продюсером фильма. А именно продюсер должен следить, чтобы такой херни не случалось, и чтобы на съемках не было боевых патронов. И, конечно, это не снимает вины с людей, непосредственно ответственных за то, чтобы таких случаев не происходило, вроде реквизиторов и так далее. Я просто надеюсь, что, как и в выпуске премии Дарвина, это видео покажет вам, что нужно осторожно обращаться с оружием вне зависимости от его состояния, тем более, когда вам всего лишь сказали, в каком оно состоянии. Если вам протягивают пушку, говоря, что она не заряжена, не надо сразу изображать ковбоя. Нужно проверить, есть ли там магазин, патрон в патроннике, простейшие меры безопасности, и это касается не только людей, работающих с оружием, но и вообще всех. Точка. Что-то меня унесло в нотации, и я начал ворчать. Поэтому сейчас, из этого реквизита, мы разнесем банку Шайнер Светлая. Это новая марка из Техаса, и сейчас мы будем защищать отечественного производителя. Избавимся от нее. Не переживай, баночка, реквизитор сказал, что пистолет не заряжен. Ладно, я специально встал так, чтобы попасть в железную мишень позади банки, и я точно слышал звук попадания. Не знаю, слышно ли на записи. Видимо, все, что нужно было, чтобы попадать в 30 метров, это стрелять через банку пива. Ладно, парни, надеюсь, видео вам понравилось, а моя теория показалась хоть немного правдоподобной. Конечно, абсолютно никто, кроме самого Болдуина, и буквально всех, кто был в тот момент на съемочной площадке, и еще пара адвокатов, никогда не узнает, что именно произошло в тот день. Но если у вас есть теория, обязательно пишите в комментариях. Теперь этот револьвер займет место на моей стене. А вам спасибо, что досмотрели до конца, и как обычно, увидимся, мои ненаглядные мамкины ютуберы, в следующих видео. Пока.